Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. На этой неделе я, как и обещала, выложила ролики прошлогодние о том, как я выращиваю рассаду в открытом грунте в тоннелях без применения теплицы. И я там выкладывала даже полтора минутные, где я показывала, что у нас снег, что у нас град, что холод. Для чего я все вот эти, как некоторым кажется, бессмысленные ролики выкладывала? Чтобы люди видели, что именно и до посадки у нас был снег, потом был какой-то короткий период, вот теплый, когда я успела туда воткнуть, и то, там было одно видео, где грядка посажена, начался снег, я не успела укрыть, и снежинки падают на эту рассаду. И до посадки был снег, продолжаю. И после посадки, только я их укрыла, и сразу начался град снег, все завалило вот этой вот снежной крупкой. И потом показала, как они жалко выглядят, вот когда их только высадишь. Но они еще, казалось бы, ничего там не будет. Показала, как они потом выглядят, какие они крепенькие, такие как дубки, крепыши стоят. И сначала было два теоретических видео, где я извинялась, что такой формат, и я, к сожалению, навела порядок. В прошлом году убрала половину видео своих, некуда было складывать. И вот в этих теоретических видео я рассказала все, и какие сорта, и как их, ну как, на каком расстоянии. Показала все планы. И я считаю, что для тех, кто хочет научиться и вот это применить на своем участке, этого достаточно. Я эту тему сегодня закрываю, больше говорить про нее не буду. Сейчас еще скажу в конце про реализацию. Просто некоторые спрашивают, как их выдергивать, как запаковывать. Все пропалив, уже сказала, что они там не поливаются, они там не пропалываются. И вот одна, всю зрительницу такая, Светлана Загжельская, что ли, она и в прошлом году говорила, что я неправильная, сейчас опять говорила, что я все делаю не так, не надо их закапывать. Но она забывает, наверное, что я проживаю в сибирском регионе. Как вы думаете, если их не прикопать, если вот так вот завалит снег, иногда заваливает снегом 5-7 сантиметров полностью все. Если он, ну я-то знаю, что я делаю, а она пишет, вы делаете все неправильно. Мне прям интересно, как может человек решить, кто-то делает правильно, кто-то неправильно. Я считаю, что каждый делает правильно, кому как нравится, у кого как получается, каким способом это достичь, кто-то делает правильно. Сразу скажу, вот она еще пишет, у нас 45 тоннелей по 15 метров или что-то, но я-то говорю совсем о другом. Если у них это какое-то производство уже, это их, наверное, основной источник дохода. Я свои видео снимаю для простых граждан, особенно для тех, кто вот только что сейчас вышел на пенсию, вот как я недавно, но я, правда, уже 8 лет не работаю, занимаюсь этим. Вот только что вышел и хочет это сделать, не какое-то там производство организовать, а просто дополнительный доход, хотя бы для того, чтобы купить теплицу, купить шланги. Я сразу скажу, что первый год, я когда начала заниматься рассадой, эти деньги у меня ушли именно для покупки теплицы. У меня не было в то время теплицы. Мне так понравилось работать в теплице, выращивать. Потом второй год я увеличила количество рассады, купила еще одну теплицу. И, короче, все эти деньги идут туда же, в огород. Вот и смысл-то в чем, что это изъять, ну, получить какой-то дополнительный доход, вот к пенсии или, например, к зарплате. Один человек работает на семью, денег мало, ну а второй или третий может помочь. И я рассказывала о тех объемах, которые может осилить один человек. Вот у меня все на работе, я одна дома. И, естественно, когда я вот копаю, прикапываю тоннели, мне муж, сын помогают там поребрики подносить бетонные, или натянуть, или подержать, там воткнуть, где нужна сила. Но все остальное делаю я сама, одна. И семена сею, и пикирую, потому что мужчины, ну, у нас не приспособлены к этому в нашей семье, именно. Я говорю про нашу семью. Но такой, как физической силой, конечно, нужна помощь. Но все равно это не какое-то там производство, в котором работает много людей. Я рассказываю про частный случай, если вы хотите позаниматься вот этим, хотите какие-то деньги заработать. Все, это я вот вам рассказала, что это именно не колхоз организовать какой-то вот с массовыми посевами. Некоторые и так делают. Я говорю для тех, кто хочет какую-то минимальную сумму дополнительную к своему заработку или к пенсии взять. Все. Сейчас скажу сразу про реализацию. Многие у меня спрашивают, вот как такое количество рассады продавать? Конечно, это нарабатывается с годами. Мне проще, я живу в городе. Я первый год, с чего началось, просто своя лишняя рассада осталась. Дала объявление, у меня ее разобрали, мне понравилось. Я на будущий год посадила уже специально для продажи. Также давала объявления в газете, пришли новые по объявлению в газете. И те, которые брали в прошлом году, они тоже ко мне вернулись. Но сразу скажу, при таком способе торговли цена должна быть намного ниже, чем на рынке. Потом, конечно, я уже, ну как, нашла людей, которые торгуют на рынке. Они стали у меня брать в больших количествах. Иногда попадаются, приезжают фермеры, какие-то для фермерских хозяйств по несколько тысяч. Некоторые уже заказывают на будущий год. Но это все, я говорю про ситуацию в городе. Если вы живете в деревне, там сложнее. Если город далеко, в деревне она, конечно, никому не нужна. Но у нас, я знаю, много жителей деревень, где нет работы, которые живут только на те деньги, которые выручают весной с рассады. Рассада цветов, рассада томатов, рассада перцев. Все там, кабачки-то, все выращивают. Но там сложнее. А не кто-то у них выращивает, а кто-то выезжает и с утра до вечера стоит на рынке. И я еще раз повторю, у меня спрашивают, как вы на базаре торгуете. Я никогда не торговала на базаре, ни разу в жизни. Не потому, что я стесняюсь или считаю это каким-то... Это нормальное занятие, просто я вам скажу, ну как, хочу открыть такую тайну для кого-то. Тот, кто выращивает, он не может сидеть на базаре. И никогда он там не сидит. Сидят другие люди. Потому что, если ты уйдешь на базар, вся твоя рассада, которую ты выращиваешь в огороде, она уже потеряет качество. Я в этом году была у нас такая жара, что я с утра до вечера, вот эти стаканчики, эти лоточки, эти грядки, их нужно поливать, их нужно фасовать, опять же готовить. И вот сейчас дошли мы до фасовки. Люди, которые приезжают ко мне домой по объявлению покупать, мы просто заходим в теплицу или выходим в огород на грядку. Я беру вот и... А, каждое утро я сильно поливаю, очень-очень сильно. И выемка происходит так, просто беру за ствол и вот так выдергиваю. Все, выдерну 100 штук или там 50 штук, сколько мне надо. Так как рассада у меня вся толстая, коренастая, она вот этот вот, а земляной ком влажный и земля рыхлая, она вот эта вот вся корневая система вместе с комочком выдирается. Я их вместе раз в мешочек и все. Когда мне заказывают для торговли на базаре, например, несколько там сотен или даже тысяча, я фасую заранее. Проливаю в грядку, также таким же способом выдергиваю 10 штук, одну лишнюю. И по 10 штук целлофановые мешочки. Все, каждый мешочек подписан сорт, но сортов у меня немного. Когда выращиваешь большую массу томатов, то много сортов неудобно. Можно запутаться, они могут перепутаться. Я вот 4, 5, 6 таких вот детерминатных выращиваю и также 4, 5, 6 высокоруслых великанов. Все это в контейнера из-под фруктов. Ну, видели, наверное, черные, там, из-под агрессинов, из-под мандаринов. Вот так вот восстанавливаем. И опять же, тут помогают вот эти сорта, которые толстоногие, сибирские, вот эти все. У них толстые, мясистые, гофрированные листья. Они могут неделю стоять без ущерба для внешнего вида. Поэтому их почти все выбирают для выращивания рассады, потому что вот у нас нынче такая была жара. Например, бычье сердце там. Ну, любые другие, вот с тоненькими, их только выставляют на жару, они тут же упали, завяли, упали все. А эти стоят. И у них толстый ствол, они, во-первых, коротенькие, вот такие вот. Их контейнер наставишь, они вот сплошное, вот изумрудное море вот этих томатов, когда несколько лотков вместе. Они очень красивые на внешний вид. И когда люди подходят, им продавец говорит, что это не крупноплодные, они такие средние или мелкие. Они говорят, все равно, зато видно, что они крепкие, что они здоровые. А когда томат вот такой висит, и продавец хвалит, например, говорит, ой, да он будет крупный, он да будет. А люди боятся, они говорят, мы не уверены, что он выживет. Поэтому, если вы будете заниматься рассадой, все-таки отдавайте предпочтение томатам с толстыми стволами, именно вот такие вот. Есть уже сейчас, вот я Настеньку называла, есть уже сейчас такие томаты, которые совмещают и крупноплодность, и вот это вот свое качество, как толстый ствол, вот этот мясистый. Вот у меня жиростойки были снеустойчивые, потом Настенька, алтайский сюрприз неплохой, демидов тоже. И там идут дальше уже мельче, туда же метелица идет, она тоже такая нормальная, по 150 граммов. И вот эти вот сорта, они при выращивании массовым рассады, они безотходные. Вы хотя бы, даже если, ну, небольшое количество посадите, вы хотя бы вырастите, ну, без убытка себе. И спрашивают многие, с какого количества начать. Это все зависит, конечно, от того, где вы живете. Есть ли у вас рынок какой-то? Есть ли у вас возможность дать где-то на Авито объявление? Есть ли у вас возможность, что люди к вам доедут до вас? Все, конечно, индивидуально. Какой еще вопрос-то я хотела? Так, ну, все, по-моему, все, что вы меня спрашивали. Вот это вот последнее видео я сейчас выложу. Если у кого-то какие-то вопросы остались еще по выращиванию вот этих томатов, вы под этим видео задайте вопрос, я напишу вам тогда, отвечу вам лично, потому что больше видео снимать не буду. Теперь буду снимать уже тогда, когда буду садить. Но, как я уже сказала, нынче я буду садить меньше вот этих тоннелей, потому что у меня очень маленький участок земли, и в том году все это затянулось. Поздно была весна, и я пока вот эту рассаду продавала, я не успела вовремя высадить свои томаты. Тут, конечно, если вы будете заниматься рассадой, вы имейте в виду, что если вы первый раз или второй раз садите, возможно, у вас, если покупателей будет мало, то вы будете продавать вообще до конца июня. Мы иногда торгуем до 25 июня вот у нас в сибирском регионе, что на это место уже потом вы вряд ли высадите свои томаты. Все, до свидания. Я надеюсь, есть много людей, которые готовы рискнуть, готовы попробовать. Но еще добавка, я выращиваю и на улице, и в теплице. Выращивание рассады томатов в теплице, это совсем другое дело. Там бояться нужно не холода, а жары, и бояться перерастания. Выпадание рассады. Я об этом тоже расскажу. И один мужчина спрашивал, как перехитрить перцы, и как получить их ранний урожай. Про это тоже потом расскажу. Я обо всех вопросах помню, но по мере возможности буду все рассказывать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Смотрите, учитесь зарабатывать деньги. Огород как бизнес. Вот бизнес на растениях, это очень выгодное дело. Но трудоем. Субтитры создавал DimaTorzok